Здравствуйте! Меня зовут Учин Данила. Я ученик моего гимназии города Нивилен. Сегодня я проведу видео экскурсию по мемориалу Голубая дача. Я нахожусь на площади Карла Маркса. Здесь, в годы Великой Отечественной войны, была расположена щетинная фабрика. И именно сюда было согнано еврейское население города и района для дальнейшего уничтожения в Гетто. Чтобы не было паники, людям говорили, что их готовят для отправки в Палестину. На момент начала войны в городе Нивиле общая численность еврейского населения составляла около 80%. Из этого можно сделать вывод, что город понес очень большие потери населения. В этом направлении было организовано движение до Гетто Голубая дача. Примерное расстояние около 6 километров. Я стою на месте, где находилась Гетто. Здесь люди содержались в нечеловеческих условиях. До 6 сентября 1941 года их морили голодом, издевались. Но надежда на выживание все-таки теплилась. Это место Голубая дача. Так называлось, потому что само строение было выкрашено в голубой цвет. Однако само место расстрела находилось в 2 километрах отсюда, в том направлении. Сейчас мы туда отправимся. Стою рядом с указателем к месту расстрела. Именно здесь было расстреляно еврейское население города Нивиле. Трудно представить, что чувствовали люди, когда их вели по этой дороге, дороге смерти. Какой ужас их охватывал. До самого места расстрела нужно пройти в этом направлении около 600 метров. Сейчас мы там и окажемся. Мы находимся на месте расстрела женщин и детей. Фашисты привели мужчин первыми. Заставили выкопать ров могилу. Для себя, женщин и детей. Мужчины захоронены в 200 метров отсюда, в том направлении. Мы видим установленную стелу и мемориальные плиты. С именами погибших 6 сентября 1941 года. Здесь расстреляно 2000 человек. Известно около 860 фамилий. Остальные же остаются неизвестными. Списки погибших взяты из архивов Ят-Вашем. Мемориальный комплекс в Израиле. Катастрофы и героизма Холокоста. По еврейской традиции, люди в память о жертвах кладут на могилу камушки. Рядом с плитами мы видим таблички и высаженную сирень. Это аллея праведников. Праведники – неевреи, спасавшие евреев в годы Великой Отечественной войны. Среди невельчан много людей, пытавшихся облегчить жизнь в гетто, а порой спасавших человеческую жизнь. В честь праведников невельчан заложена аллея сирени. Сирень – как символ несломленного народа. Чем больше ломаешь, пышнее цветет. Команда гимназии города Невеля, «Мой ковчег», изучила 11 историй спасения евреев. А праведников больше. Сейчас я вам про них расскажу. Из Герберт Генрихович. Туманская Екатерина Николаевна вспоминает, что ее подруга Оленька Левтова была вытолкнута мамой из толпы, идущей на голубую дачу. Свикис Герберт Генрихович – зауч школу номер один. С риском для своей семьи повел Олю к себе на чердак. Там она просидела два месяца. После войны Свикиса судили, как приспешника Германии. Оля потребовала, чтобы ее вызвали в суд, как свидетеля. На суде она рассказала, как он ее спас, как рисковал. Ему дали 25 лет. О дальнейшей судьбе Свикиса я тоже не обнаружил никаких сведений. Гукова Ольга Николаевна В голубой даче ходили соседи менять хлеб на вещи, вспоминает Гукова Ольга Николаевна. Она же просто носила хлеб и картошку. Если полицаи за этим застукают, бьют. Ольга Николаевна – учитель, жила и работала всю жизнь в Невеле. Ольга Николаевна рассказала о семье Скворцовых, которые прятали у себя еврейского мальчика. Он жил у них в землянке. Мальчик, 15 лет, упал в ров живым и невредимым, а на него сверху трупы. Долежал до темноты и пришел к Скворцовым. Кто-то увидел его и донес старости. Староста пришел к Скворцовым и сказал, пусть он уходит, иначе нас всех расстреляют. О судьбе семьи Скворцовых ничего не известно. Бабахина – маленькую дочку сбросила с машины, везущей на настрел женщины-детей, жена Абольского. Об этом рассказал Залман Елменделевич Ицелев. Подобрала Бабахина, муж у которой был полицай. Девочку они удочерили. Коровка Евдокия Ивановна. Будучи партизанкой, пробралась в Голубую дачу. Предлагала евреям уходить с ними, но безуспешно. В Голубой даче были одни старики. Они не надеялись и не могли уйти, и не верили партизанам. Муж Евдокии Ивановны был командиром партизанского отряда в Белоруссии. Евдокия Ивановна спасла детей из Изрищинского гетто в республике Беларусь. Семья Юриновых. Стерна Исаковна Свойская вспоминает, что их с сестрой приютила семья Юриновых, у которых было много маленьких детей. К ним же пришла и мама, совершенно голая, в мужском пальто. Она стала свидетельницей расстрела. Ночью выползла из ямы, из груда одежды взяла первую попавшуюся вещь. Юринова держали семью неделю, а потом сказали, не можем больше, полный дом детей. Александра Ивановна Каландук и Юрий Львович Каландук. Однажды, в сентябре 1941 года, часов в девять вечера, к дому в семьи Каландук пришел Арон Коминаев. Мальчик, 14 лет, весь в крови. Мы его отмыли, переодели, но он не остался. На дорогу ему дали картошки. Он пошел в Ленинград. Вспоминает Юрий Львович, которому в сентябре 1941 года было 11 лет. Кумачеву Агафьи Ивановна и Валентина прятали у себя в доме по улице Декабристов на чердаке в опилках несколько дней еврейскую девочку, пока за ней не пришли однажды, ночью ее родственники. Снегирев. Вульф Моисеевич Храпинович выжил в оккупированном Невеле. Во-первых, он не коренной невельчанин. Появился в городе до войны. У Вульфа Моисеевича была русская жена Мария Тимофеевна. К тому же, он мало походил на еврея. И среди невельчан у него было мало знакомых. Знал о его тайне лишь один горожанин по фамилии Снегирев. Он не выдал своего соседа. Богатырев. Нина Богорат не попала на голубую дачу. Ее узнала на улице Невельчанка и назвала по имени Нина. Она жила под именем, кажется, Женя. До того ее скрывал один русский по фамилии Богатырев. После того, как ее узнали на улице, ее расстреляли. Сергей Дмитриевич Пенкин. Под Невелем был хутор Парамки. Там отряд имени Чкалова укрывал много евреев. Командир Пенкин Сергей Дмитриевич, в частности, семью Конниковых. В 90-е годы Маша Конникова была председателем Невельско-еврейской общины. В начале августа 1941 года шли каратели. И кто-то указал, что в Парамках укрывают евреев. Немцы сожгли Парамки и расстреляли всех евреев и крестьян. Документы об этом есть в книге Сергунина. Давали клятву партизаны. Василькова Дарья Георгиевна. Дарья Георгиевна со своей соседкой пасли коров 6 сентября 1941 года возле Пруцкой горы. Когда стихли звуки выстрелов, они, тихонько пробираясь по кустам, подошли к месту расстрела. Было страшно. Земля дымилась. Недалеко в стороне женщины заметили ручки и головку ребенка. Живой или нет, видно не было. Ребенок не шевелился. Вокруг была колючая проволока. Раздирая проволоку руками, опасаясь оставшихся немцев, женщины пытались достать ребенка. Это у них получилось. Из земли они достали маленькую девочку, лет 4-5. Она была без одежды и даже не двигалась, но было ясно, что она жива и даже не ранена. Решение было принято, не раздумывая. Соседка должна была отогнать домой коров, а Дарья Георгиевна Василькова каким-то образом спрятать девочку. Василькова ползла вдоль улицы Линкоммуны, пряча под собой девочку. В низине ее ждал муж и соседи. Мужчины забрали девочку и дворами переправили ее на улицу Горького, где немцев было меньше. Девочка была жива, ее жизни ничто не угрожало. Кто она, как ее зовут, ее фамилия. Никто ничего не узнал. Да и не спрашивали тогда. Я считаю, что эти люди достойны звания праведник народов мира. Но, к сожалению, официально присвоить это звание мы не можем, потому что свидетельств спасенных нет. Никто не думал получить за свой поступок благодарность. Мы, современная молодежь, храним память о невинно казненных и спасителях. Ежегодно здесь, на Голубой даче, проходят мемориальные мероприятия и дни памяти. На миноре зажигаем свечки. Свечи нашей памяти горят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok